Что касается Северного Самина Арханала Аутара, то здесь он говорит, что сподвижники, сподвижники, они вообще не хотели никаких разногласий, что не хотели разобщения, не хотели хиляфа, не хотели разногласий. Да, это не значит, что сподвижники, они соглашались с какими-то нарушениями суммы, не порицали это, не указывали на это. Мы сейчас не говорим о том правиле, которое применяют заблудшие сегодня. Говорят, давайте, что простим друг другу всякие разногласия и сойдемся на тем, что у нас общее есть. Поэтому объединяют воедино разные заблудшие группы вместе, говорят, нет разницы кто ты, хоть ты будешь фиит. Хоть ты будешь фиит, хоть ты будешь кто, главное на всем объединиться. Нет, это принцип, что неправильно. Или говорят, не порицайте щип, не порицайте поклонение могилам, не надо ничего, не надо затрагивать вопросы Ахиды, в которых есть казнокласия, у Аль-Сунна заблудшим группами, ничего они это не поднимают, вот так говорят. Это великое зло, огромная проблема это. Это течение, которое говорит, ради объединения, ради объединения не призывайте к истине, не порицайте заблуждения. Это течение самых опасных, это позиция самых опасных позиций. Здесь не об этом идет речь, конечно, здесь речь идет не о том, что с подвижниками не порицали, нет, порицали. Но такие вещи, как вопросы Ихтигада, вопросы Ихтигада, если правитель, если имам принимает какое-то мнение, касающиеся Ихтигада, да, ты указываешь ему на ошибку, соблюдая нормы, поведение, правила, которые есть при этом Адабы, хорошо, но избегаешь такого поведения, таких вещей, которые ведут к чему казахшению, умы, к расколу, умы, к фитни, хорошо. С подвижниками Ихтигада не хотели вообще вот этого раскола, хвиляха, разногласий, и поэтому Ибанума, когда один совершал намаз, то совершал его два раката, а если совершал за имамом, то совершал четыре раката, чтобы не было вот этого разногласия между имамом и макмумом, потому что, говорит, что, в основном, из самых главных целей саляту джамаа, намазу джамаа, это что? Это объединение сердец мусульман, объединение сердец, объединение умы, поэтому направляются все они в одну сторону, в сторону киблы, в одну сторону киблы, и все молятся за одним имамом. Цель намазу джамаа – объединение сердец, поэтому в таких случаях нельзя вызывать раскол.